Библейский портал экзегет.ру представляет Хотя, да, они такие крутые воители. А потому что Господь насылает на все эти народы свой гнев. Потому что Господь меняет судьбу этих народов, исходя из своего замысла об этих народах. А что же Вавилон, о народе в руках Бога? И он так и останется великим завоевателем? Нет. Слово о Вавилоне, о земле халдейской, которую Господь возвестил через пророка Иеремия. Халдей – одно из главных племен, живших там, и по этому племени называют часто всю страну. Возвестите народам, расскажите, знак подайте. Расскажите, не скрывайте, говорите так. Взят Вавилон, Белл опозорен, Мордок повержен. Белл и Мордок – это два божества из главных вавилонских божеств. Осквернены из вояния вавилонские идолы разбиты. Важно, что, прежде всего, то, что языческая религия, она не восторжествовала, она все равно была уничтожена. «Северный народ против Вавилона вышел. Страну вавилонскую он обратит в пустыню, не останется там ни человека, ни звери. Уйдут, они будут скитаться». Это речь, конечно, идет про персов, которые возьмут вавилон, и вот здесь Иеремия это предсказывает. «Все дни в то время, говорит Господь, придут сыны Израиля и сыны Иуды, пойдут они с плачем, искать будут Господа своего Бога, к Сиону будут искать дорогу, к нему обратят лица. Пойдемте с Господом соединимся, договором вечным, который забыт не будет». Вот о новом завете, о новом договоре Иеремия уже говорила, здесь как раз взятие Вавилона персами послужило началом для возвращения из плена, когда царь Кир в 538 году сразу после взятия Вавилона издал указ о том, что иудеи могут вернуться. «Народ мой, потерянные овцы, по вине пастухов они блуждают, кружат средь гор, по горам, по холмам они ходят, пристанище свое позабыли, всякий встречный их пожирает, говорят их враги, мы невиновны, ведь пред Господом они согрешили, пред обителю правды, пред Господом надежды отцов их». Да, вот эти грабители и притеснили, говорят, это не мы, это не мы, это Господь их наказал. Иеремия говорит, что это так и есть, но это не снимает ответственности с тех, кто грабит в этот момент. «Из Вавилона бегите, из земли халдейской уходите». Это уже после взятия, да, вот все говорит Иеремия, «идите в Вавилон и там живите, но настанет момент бежать. Из земли халдейской уходите, вожаками будьте для стада, ибо я приведу из земли северной собрание великих народов. Против Вавилона пошлю их, они его осадят, будет он захвачен. Стрела их, стрела искусного воина, что не возвращается без добычи. Халдей разграблено будет, и грабитель насытится, говорит Господь. «Веселитесь вы, ликуйте, грабите мой удел. Словно бык на лугу вырезвитесь, словно жеребцы ржете. Но будет ваша мать опозорена, родительница ваша поругана, станет она последней среди народов, пустыней будет, пустощей безводной. Из-за гнева Господнего жителя она лишится, превратится в сплошную пустыню. И всякий, кто пройдет мимо Вавилона, ужаснется, присвистнет, рано его увидев. Окружайте эту столицу лучники, стреляйте в нее стрел, не жалейте его, пред Господом она согрешила. Со всех сторон кричите, просит она о пощаде, но ее башни пали, рухнули стены, это мщение Господне». Он рассказывает о гибели разных народов, но только гибелью Вавилона он любуется. Муафон очень жалеет, другие народы, ну, говорит, как это все печально выглядит, а здесь крик торжества, да, Вавилон тоже падет. «Мстите ей, что она творила, то и вы с ней творите. Земледельцев вавилонских истребите, тех, кто в жатву серб берет в руки. Пред мечом жестоким каждый к своему народу устремится, побежит на свою землю». Вот судьба угнетателя, да, вот его, к сожалению, никто не жалеет. И наоборот, все стремятся вернуться, освободившись от вавилонского гнета. «Израиль, стадо овец рассеянное, львы его гнали. Царь Ассирий пожирал его сначала, гладал потом кости, но выхода Носр, царь Вавилона». Ну, так и было. И в результате, так говорит Господь воинств, Бог Израиля. «Я покараю царя Вавилонского и его страну, как покарал я царя Ассирии. Я верну Израиль на прежнее пастбище, будет он пастись на Кармелии, в Башане, на горах Ефрема, и гладу он насытится. В те дни, в то время, говорит Господь, будут искать преступление Израиля, но тщетно, то есть даже не найти будет, за что его можно было бы наказать. Будут искать грех Иуда, но не найдут, ибо тех, кого я оставлю в живых, я прощу». И дальше, вот уже после того, как Израиль получает прощение, он сам становится мстителем, он перенимает ту роль, которая пока у Вавилона. «Идите войной, анастрономер Атаем, это где-то внизу их тигра и фрата, как раз в Вавилоне, против жителей Покода, один из городов там. «Убей, истреби их всех до последнего, говорит Господь, сделай то, что я тебе заповедовал». Неприятно, конечно, читать такие слова, это, в общем, книга Иисуса Новина, практически все об этом, но тогда Господь понимался в том числе и как инициатор этих войн на истребление, войн с языческими самыми такими жестокими и грешными народами. «На земле этой шум сражений, великое разрушение. О, разбит, расколот, молот, дробивший всю землю, пустыней стал Вавилон средь народов. Против тебя я раскинул сети, и ты, Вавилон, попался. Разве мог ты это предвидеть? Ты застигнут и схвачен, ибо с Господом ты сражался». Вот чем все заканчивается. Вавилон, который на одном уровне как бы орудие в руках Господа, на другом уровне его противник. «Открыл Господь свое хранилище, взял орудие гнева. Будет работа у Господа Бога воинства на земле халдеев. Со всех сторон на нее идите, житница ее откройте, собирайте добро ее в груды, до конца ее уничтожьте, чтобы ничего на ней не осталось. Всех быков ее убейте, пусть идут они на заклане. Горе им, денег настал, час расплаты. «Слышен крик беженцев, спасшихся из земли вавилонской. Их теперь на сионе узнают, что отомстил Господь Бог наш, отомстил за храм свой. Лучников против вавилона созовите. Окружите его, осадите лучники, пусть никто не спасется бегством. По заслугам ему отплатите. Что творил он, то и с ним творите, ибо против Господа он возносился, против святого Израиля». Так смотрите, одновременно орудие, инструмент, но и противник. Все зависит от точки зрения. Для Израиля важно понять, что вавилонское нашествие – это наказание от Бога, вавилон – лишь средство покарать. Но для вавилона ответ верен будет другой. Это попытка воевать с народом Божьим. «На улицах его падут юноши, и все воины его в тот день погибнут», – говорит Господь. «Я иду против тебя, гордец», – говорит Господь, – «Бог воинств, ибо день твой настал, час, когда я тебя покараю. Споткнется, падет гордец». Здесь вавилон уже называется этим словом гордец. «Никто его не поднимет, его города я придам огню, и все вокруг огонь поглотит». Как говорит Господь воинств, «Притесняют сынов Израиля и сынов Иуды, взяли их в плен, в плену держат, отпустить не желают. Но силен их избавить, его имя Господь воинств, он заступится за них, и землю их успокоит, а жители вавилона лишит покоя». Ну и дальше вот очень светисто, многообразно, мысль, в общем, все та же. «Меч занесен над халдеями, говорит Господь над жителями Вавилона, над вельможами его и мудрецами. Меч занесен над его гадателями, потому они обезумевают. Меч над воинами его, потому они затрепещут. Меч над конями его и колесницами, над смешением народов, что в нем обитают, потому они станут как женщины. Меч занесен над его сокровищами, потому их разграбят. Засуха придет на его воды, и воды иссякнут, ибо эта земля из туканов». Ну, а идолов, соответственно, да, вот идолопоклонство, есть то, что оскорбляет Господа в этом народе. «Из-за идолов жители ее обезумели. Будут жить там шакалы и звери пустыни, будут жить там совы. Навеки земля эта станет безлюдной, из рода в род необитаемой. Как в Содоме и Гаморе и в городах соседних, разрушенных Богом, говорит Господь, так и там человек не поселится, не будут жить люди». И дальше вновь про это нашествие. «Идет народ с севера, могучее племя, цари великие, от края земли они поднимаются. Лук и меч они держат, жестоки они, беспощадные, их крики, как рокот моря. Скачут они на конях, воины, готовые к битве. «Против тебя, дочь Вавилона!» Услыхал о них царь Вавилон, и руки его опустились. Боль пронзила его и мука, словно роженицу. Словно лев, что из зарослей приордани на цветущее пастбище вышел, так и я погоню Вавилонин внезапно, нападу на баранов их лучших. Ибо кто мне подобен, кто меня призовет к ответу, и какой пастух предо мной выстоит?» Вот те же слова говорились раньше другим народам. Вот эти бедствия, эти нападения, это лишь проявление высшей власти Бога над этим миром и всеми его народами. «Слушайте, что решил Господь о Вавилоне, что задумал он против страны халдеев. И ягнят утащит из стада, и вместе с ними и пастбище он погубит. Будет взят Вавилон, от шума земля содрогнется, все народы крик услышат». Но Вавилон – это такой страшный враг, это вот такая важная победа, что ей будет посвящена еще одна 51-я, следующая глава. Субтитры создавал DimaTorzok